Хай-хай, ребята! С вами не Ивангай, с вами VJDream, так что присоединяйтесь, продолжим катать с вами в фанреях, заценим, что как у нас у Лукаса или у Карла, я вот честно говоря не знаю. Давайте за Карла, мне интересно, что там с прачечной, вот эти отпечатки, которые нашли в предыдущей серии, кстати, посмотрите, посмотрите все серии и предыдущую тоже, потому что там очень много экшена и классно. Прачечная обвинят, естественно, Кейна, хотя его отпечатков там нету, но опять же, после всего, что произошло, обвинить в этом Кейна самое разумное для полиции. Давайте за Карлу. Минус пять по Фаренгейту. С каждым днем все холоднее. Похоже, весь город окоченел под горами снега и льда, но пока никому нет до этого дела. Жена нашего напарника просто прибьет его нахер, ну или девушка, я не знаю, жена на ему или нет, потому что он сказал, что он на пять минут, и явно он тут, блин, не пять минут тусит. Иди внутрь, Тайлер. Я пойду поговорю с Гарритом, узнаю, удалось ли ему что-нибудь найти. Я за. На таком холоде даже мысли замерзают. Ну, она сама виновата, что вышла за коп, она должна это понимать, что если какая-то такая фигня, его надо вызвать, ну, его вызовут. А, Карла, я не простал. Чего ж она так? Ну, что тут произошло? Сегодня утром около пяти часов сюда пришел владелец прачечной и обнаружил тропы. Когда он попытался зайти внутрь, оказалось, что дверь заперта изнутри. Он увидел через окно два трупа и позвонил в полицию. Я думаю, понять его, что у него стресс и поддержать. Кейн. Думаешь, к этому причастен Кейн? Женщина погибла от трех ударов ножом в область сердца. Все произошло в общественном месте и без явных мотивов убийства. Похоже это на Кейна? Да. След. Есть свидетели? Нет, мы опросили всех в округе, но результатов это не принесло. Повезло этому парню. Он совершает двойное убийство прямо у окна, и никто ничего не замечает. Спасибо, Гаррит. Отпечатки пальцев и прочее. Блин, она всего несколько раз может что-то спросить. Я про отпечатки тоже спросил. Она почесалась? И нам это... А, блин! Я думал, что это катсцена идет, короче. Я стою, жду, смотрю. Она чешется что-то. Ё-моё! Я еще подумал, нихера себе, что они катсцену замутили, где она просто стоит и чешется. Ну ладно, чё. Хорошая катсцена. Мы почесались. Все же любят чесаться. Странно прозвучало, но тем не менее. Блин. О, нихера себе. У него в глазу нож. Наверное, смерть была мгновенной. Жуть. А она тебе вырезала. Сингвала на себя. У него изрезаны все запястья. Похоже, на них вырезан какой-то символ. Змея. Змея с двумя головами. Ну, как бы, все, в принципе, указывает, что это не Кейн. По одной простой причине. Нет отпечатков никаких. Хотя, они пока этого, наверное, не знают. Видно, что это сделало. Вот здесь? Да, я видел. Как думаешь, что это значит? Убийца истекал кровью еще до того, как зарезал жертву. Как в уборной... ...той закус. ...как он сам себя в глаз вошел. Так же, как и в той забегалах я. Хотя, почему нет? Не удивлюсь, если вскрытие покажет, что перерезаны артерии. Так, мы еще можем тут за Тайлера походить. Мы можем этого фотографа о чем-то спросить? Нет. Мы можем взять бонусы с корзинки для белья. И можем тут посмотреть кровь. Круки, кстати. Странно. Откуда здесь кровь? Отпечатки пальцев. Именно руки. Здесь он изрезал себе запястье? А когда он успел? Ведь он... В случае Кейна в кабинке тоже была кровь. Кейн тоже порезал себе руки? А ты не видела у него перемотанное запястье? Ведь он... Когда он успел порезать себе запястье, если тот чел к нему прикоснулся, он сразу пошел убивать. Наверное, он после уже порезал запястье, а потом себя прикончил. Ну, такой вариант. У ножа такая же ручка, как и у остальных инструментов. Наверное, он из этого ящика. Ну, логично, в принципе. Нож с инструментами... Ой, нож с инструментами. Ящик с инструментами. Так. А, нет. Ждай, ждай, ждай. Давай за Тайлера. Может, он что-то хорошее увидит. Может, он не видит что-то по-разному. Почему бы и нет? И они одновременно, главное, не могут посмотреть. И... Да, братиш, скорее всего, это пиздец, как больно. Бедняжка. Ее ударили спереди. Она увидела убийцу в самый последний момент. Телефон. Из трубки раздаются гудки. Наверное, она не успела набрать номер. Как жалко. Нас мог бы быть живой свидетель. Заметьте, а Карла она ничего не сказала про телефон. Значит, все-таки есть резон использовать два персонажа на одно и то же. О, и про стиралку она тоже нифига не сказала. Или я не правильно посмотрел. Хотя, вроде бы, я тут бегал. Вот белье жертвы. Кто бы мог подумать, что она не доживет до того момента, когда она будет выстирана. Он про кровь. Ой, она про кровь говорила, а он такие вещи замечает. Каждый из них замечает свои вещи. Так, ну что, собственно, вроде бы я все посмотрел. Да, ребята, ну, как бы, просто проанализировав, да, вот здесь его ботинки. Сори, просто мышка очень быстрая. И видно же, что вот. Чпок, 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 чпок. Блин, можно приложить. Я не знаю. Не, ну, серьезно. Ну, хотя это, конечно, нам очевидно, потому что мы знаем. А, в принципе, наверное, если со стороны посмотреть, приехать и не знать, что произошло, то можно и не впереди, что можно так сделать. В принципе, да. Скорее всего, так и есть. Все, наверное, да, наверное, уходим, потому что вроде бы все посмотрели. Парень совершил самоубийство после убийства женщины. Как-то не абсурдно, но это единственное объяснение. Вот, она доперла. Я думаю, что Кейн как-то связан с тем, что произошло в прачечной. И все же между двумя этими убийствами должна быть какая-то связь. Связь есть, и она доперла, что тут действительно валяется убийца, потому что, ну, по-моему, это довольно очевидно. Лукас. Где это моя? А, в церкви. Ну, понятно. Вставай, братиш. Снимагата, что ли, разговаривает? Она у него, получается, теперь в голове, да? Ну, как бы, общается с ним с помощью, там, не знаю, телепатии. У нас же тоже маг. Ну, или связаны с этим. Маг 80-го уровня. Лукас. Да, жутенько так-то. Лукас. Агата? Агата, это ты? Я думал, ты была... Р2. Да, в некотором роде. Но я пообещала рассказать тебе всё, что знаю. А я всегда держу своё слово. Слушай внимательно, Лукас. У нас очень мало времени. Ты не безумец и не убийца. Ты просто... Оказался не в то время, не в том месте. Почему убийца видения? Кто? Так кто же заставил меня совершить убийство? Кто сел за мой столик в забегаловке? Никто не знает его настоящего имени. Его называют Оракул. Он служит сильнейшим из сильнейших. Они остаются в тени, но управляют этим миром с самого начала времён. Просто так всех убивая? Почему? Почему они выбрали меня? Зачем было убивать того парня? Чистая случайность. Им было нужно, чтобы человек убил человека и открыл пасти змеев. Ты не первый, кто совершил жертвоприношение. И точно не последний. Уже не последний. Мы с вами уже видели, что... Они идут. Берегись, Лукас. Они хотят отнять твою жизнь. Прочечный уже. Прочечный план, древняя цивилизация Майя. Там ты найдёшь ответы на часть своих вопросов. Нифига себе. Агата? Даже Майя сюда приписали? Вау. Вообще так-то как бы неожиданно, если честно. Игра полна сюрпризов, я смотрю. Так. У нас очень мало жизни, ребята. Нам нельзя косячить. Блин, я... Очень извиняюсь, что в такие моменты я реально молчу, но... Я даже на картинку нифига не смотрю. Вот в чём отстой. Мне самому интересно, что там происходит. Ух. Я потом, походу, без записи стану смотреть на это. Тихо. Тихо. Блин. Заяц... Нет, нормально. Ё-ка, лам-э-не. Когда это закончится? Потому что реально тяжело. Блин. Интересно, если бы я начал заранее, я не среагировал сразу. Если бы я начал заранее, мы бы как-то... Наверное, не попались в его сети? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не кидай только. Сейчас нахрен выбросит ещё. Ё-моё. Вы шутите? Так. Спокойно. Спокойно. Спокойно, мать твою. Игра не висни. Я тебя прошу. Игра не висни. Игра немножко подвисает. Фризит ещё, блин. Она вообще всегда работает нестабильно. Но это уже много раз говорил. Ух, так, хорошо. Вроде бы выбрались. Отлично. Замечательно. Великолепно. Супер. Потрясающе. Так, братиш, беги, мать твою. Тихо. Давай, порхай как бабочка. Жаль как пчела. Нюхай как наркоман. К чему я и долябнул? Насрать. Делай, братиш. Я успел нажать. Нормально, 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 нормально. Фух. Он к брату пришёл. Понятно. Что ты тут делаешь? Что случилось? Меня нашла полиция. Мне удалось скрыться. Я всю ночь шёл пешком. Идти мне больше некуда, так что я пришёл сюда. О боже. Лукас, сейчас тебе и правда нужно идти в полицию. Другого выхода нет. Я не сдамся. Я не сдамся, пока не пойму, что со мной случилось. Агата сда... Агата. Расскажем про Агату. Снова виделся с Агатой. Прямо здесь, совсем недавно. Она умерла, но ей нужно было кое-что сказать. Она хочет помочь. Хотя звучит как-то безумно, правда? Агата умерла? Ты хочешь сказать, что... Нет, Маркус, я не убивал Агату. Когда я пришёл, она уже была мертва. И ты говоришь, что разговаривал с мёртвым человеком? Это всё бессмыслица. Ты сидишь... Ты священник? Ай, ладно, не важно. Силы, силы. Маркус, со мной творится что-то странное. После убийства я обнаружил, что могу делать невероятные вещи. Покажи ему. Я вижу то, что ещё не произошло. Как ты прыгаешь и прочее. Иногда я даже слышу мысли других людей. А моё тело стало гораздо быстрее и сильнее. Ни у кого нет таких возможностей, Лукас. Ты не становишься Суперменом. Так покажи ему. Что ты собираешься делать? Тебе нельзя здесь оставаться. Полиция точно придёт меня допросить. Возможно, будут за мной следить. Мне нужно найти укрытие. Я беглый преступник. Моё описание скоро будет на каждом столбе. По крайней мере, теперь я знаю, что всему этому есть объяснение. Да, теперь фоторобот станет точной. Береги себя, Лукас. Тебя убьют при первой же возможности. Нет, ничего хуже. Ты ободрил, сука. Ну да, он как пророк. Маркус. Лукас сошёл с ума. Я покрываю убийцу. Но я же не могу предать своего брата. Боже милостивый. Помоги мне. Скажи, что мне делать. Пророка напоминает. Есть такой фильм. Он там тоже мог видеть за какое-то количество времени всё, что произойдёт. Вот наподобие. Кстати, кто не видел, посмотрите. Довольно неплохой фильм. Так. Лукас Кейн. Дом Тиффани. Дом у Тиффани. Пьюрит. Бельбью. Ой, блин. Даже не знаю. Давайте, наверное, за Лукаса продолжим. Мне было некуда идти. Я был истощён. И думал, что скоро умру. Если не от холода, то от голода. Я надеялся, что смогу отдохнуть пару часов у Тиффани, набраться сил, и поразмыслить над тем, что делать дальше. Я был в её новой квартире только один раз. Где она находится, я помнил очень смутно, но, по крайней мере, в улице был уверен. Знаете, он чем-то похож на данный момент на главного героя Watch Dogs. Ну, именно, прикидом. Хотя и не полностью, но так. Чуть-чуть чем-то отдалённо напоминает. Кстати говоря, надо бы Watch Dogs 2 посмотреть. Ага, понятно. Полиция. Они следят за квартирой Тиффани. Ну, конечно. Они подумали, что я приду к ней, чтобы спрятаться. Нужно найти другой способ. Ну да, его тяжело поймать, когда он видит абсолютно все... Все, короче, вещи, которые с ним произойдут. Слушайте, это тот же самый бомж. Ещё один бродяга. У меня такое чувство, что они повсюду, и что они за мной следят. Скоро станут паранорами. Разве это не тот же самый? У него тут же, блин, самое лицо, или они просто одну и ту же текстуру наложили? Как вариант. Блин, а мент... Вот я такой подходил, короче, к хате, и вдруг разворачиваюсь обратно. Менты ничего не заподозрили? И он видел бродягу, и у него получилось волнение. Это очень не в тему, потому что он... Ещё чуть-чуть, и в ины не впадёт. Так, ну хорошо. Обойти надо сзади, по идее, из чёрного хода с лестницы. Ой. А, я понял. Не ожидал. Ну, холодно, подскользнулся. Давай, вставай. У тебя нет хакерских приблуд, как у чувака из Watch Dogs. Так что тебе придётся вручную херачить, братиш. Опускать всякие подъёмники с помощью смартфонов и так далее. Увы, ах. Не твоя прерогатива. Давай, давай, давай. Гоу-гоу-гоу. Все раньше лазили по всяким заброшкам и прочим. Ну, именно дети из 80-х, скажем так. Так что... И ты сможешь, раз мы могли. А вот, знаешь, насчёт бродяг не знаю, но вот ворона за тобой следят точно. Это просто 100%. Ё-моё. Ещё хоть чуть-чуть в минус, и он сделает самоубийство. Замя, блин, тщательно. Слушай, и там мент как бы. И чё? Это не станет ли странно, что мы, короче, прогуливаемся с другой стороны дома? Мол, ну, мы тут так просто... Не знаю, нахрена мы сюда припёрлись. Даже отмазу никакого придумать, блин, не могу. Ё-моё. Так и что? Так, блин, ну ладно. Должен быть какой-то способ их обойти. Ты шутишь? Какой ты хочешь найти способ их обойти? Здесь ты не можешь подняться. Обратно ты не можешь пойти. По помойке подняться наверх тоже бессмысленно. Ты не ассасин. Прыжок Веры с крыши делать вниз на её балкон тоже как-то тупо, потому что, опять же, ты не ассасин. Телефон, чтобы взорвать какой-нибудь почтовый ящик и прочую херню у тебя тоже нет. Не помню, как зовут главного героя Watch Dogs, но это не он. Не двигайся, Кейн. Сохраняй спокойствие, и всё будет хорошо. Так, игра даже в промежутке умудрилась вылететь, но да ладно. Стоило попробовать пройти вперёд, потому что, ну, мало ли бы они не заметили, правильно? Тогда же, когда мы маленьким бегали, ну, маленьким Лукасом бегали, помните, военные не видели его, блин, почти что в упор в некоторых случаях. Не во всех, но в некоторых случаях он бежал тупо посреди дороги, они его ни хера не видели. Мало ли, но, походу, большой Лукас больше привлекает внимание, потому что он, блин, большой. Я не знаю, как это работает, но каким-то хреном это работает. Так, ладно, надо подумать. Братиш, ты можешь как-то подняться сюда, я не знаю, там, кинуть какой-то камень, кирпич, пукнуть там? Странно это звучало, правда? Как мне вас обойти-то, мать вашу, копа? У тебя есть какие-то суперсилы, ты же можешь, наверное, как-то подняться и... О? Очки бонуса, бонусов открыты, игра пройдена на 53%, психика 10%, уныние, общее время 5 часов 37 минут 47 секунд. Я даже не знал, что такая функция есть. Используйте клавишу для изменения режима. Ну ладно, в принципе, нам это сейчас абсолютно никак не помогло. Так, хорошо. Как-то по-другому их обойти? Как я, блин, должен их обойти? По стенкам ты карабкаться не умеешь. Если ты выйдешь хотя бы на миллиметр, тебя тут же впалят. Спиной, я не знаю, жопой, они тебя тоже впалят. Они твое лицо видят насквозь, походу, я не знаю. А не эти, как их? Волхакеры, ё-моё. М-м-м. Так. Ииии, что мне тут делать? Так, ну по идее на помойку... Да ты, в принципе, всё равно обратно-то вернуться не можешь, так что без разницы. Хотя здесь есть такая вот хренотня. Но с другой стороны хорошо, залезешь на эту хренотню, а дальше-то чё? Ты вообще встать не можешь, да? Даже на чат лезть ты не можешь, блин. А, это я могу на Q нажать, проверить, что у него там. Прикольно, так потыкал на все кнопки, на которые я даже раньше не тыкал и узнал, что тут, оказывается, можно просматривать некоторые вещи. Я даже не знал. Так. Ну хорошо, ладно, не стану отнимать ваше время, я тогда сделаю это без записи, посмотрю, потыкаю, что и как тут можно сделать. Потому что, скорее всего, меня ещё тут сто пятьсот раз поймают, и каждый раз придётся заново всё это начинать. И вам, наверное, станет не сильно-то интересно на всё это смотреть, так что сделаю я это без записи. У меня родилась только одна мысль. Сдохнув тут пару раз, ну не сдохнув, а то, что меня поймали... Кстати, я тут подумал об одной вещи. Он идёт к своей девушке на хату, ну или к Тиффани, короче, по-моему, это его девушка, да? Во-первых, ну либо её там нету, и он просто хочет проникнуть в её квартиру, либо с чего бы он взял, что она нахрен и вообще его ждёт, и что он ей вперся. Так вот, мысль, которая у меня возникла, смотрите, на их лица. Они сейчас отвернутся. Чё-то... Не совсем это я ожидал. Я как-то думал, знаете, что здесь проход дальше есть. Дальше мои планы кончились. Па-па-па-пам, пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Блин, не, ну вы чё, серьёзно, что ли? Ну, здесь они, во всяком случае, меня хотя бы не палят. Прикиньте, да? Они меня тут не видят. Я слился с местностью, мать его Все-таки ты, наверное, ассасин от части Потому что даже самые крутые ассасины Так делать не могли Хотя, кого я обманываю, на самом деле Последний ассасин, он, блин, такой, что Там Ой, да ладно Пипец Так вот, там даже последний ассасин, там замечали Просто пипец, как хорошо Ассасина где угодно Хотя, нет, наоборот, не замечали, блин Когда думаешь обо всем сразу, как-то мысли путаются в башке Так, хорошо Собственно, понятно, эти чуваки отворачиваются И они настолько сильно отворачиваются Что они вообще не замечают ни хрена Что происходит рядом И даже ползущего по сугробу человека Который просто пипец, как шумит Оставляя кучу следов и прочего Ну, такие вот эти копы Да, собственно говоря, в реале они не сильно отличаются Так, ну что, поехали Оп 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 Вот так вот Вот так вот Давай, братиш Подтягивайся Давай Даже реально ассасины так не могут Тихо, тихо Потому что здесь Снег, дождь, слякоть А ты ползешь, и тебя на все насрать Шевели булками Шевели булками Да ладно, не гони, что серьезно что ли? Идти Еще и время идет, да? Ну давай, давай, давай Хорошо, что он вроде как не собирается падать на копов Оп, оп Изи катка Вообще пофиг Поехали Это, типа, мы сейчас делали, чтобы он удержался и не плюнул на них сверху? Что ли, или что? Он снова хочет на них плюнуть, а нам снова придется делать так, чтобы он не плюнул Так, братиш, не надо харкать на копов сверху Я понимаю, соблазн и все такое, но не надо, тебя спалят Застегни ширинку, я вижу, что ты пытаешься расстегнуть ширинку Не надо, ой, блин, он все-таки ее расстегнул Братиш, не надо Не надо, я говорю тебе, не надо Застегни ширинку Потому что они внизу и все такое Это я, конечно, понимаю, на них льдинками из струи, но тем не менее Давай ползи Так, ну мы вроде бы их уже проползли Я надеюсь, ты не станешь пытаться им вслед там что-нибудь кидануть, нет? Фух, так Почему здесь идет время? Как-то странно Типа, что, если мы не успеем за это время руку поменять, то он должен обязательно упасть? Как это работает? С точки зрения реальности Ну ладно Такие маленькие игровые условности можно, в принципе, оставить Положим он, не знаю Хотя руку вниз опускать тяжелее, чем просто висеть Ну, положим он Не знаю, не может долго Не шевелиться Глупо, правда? Или не может долго не опускать руку вниз Она у него затекает Так, хорошо, ты можешь как-то подпрыгнуть сюда, нет? Погоди, мы, блин, просто обошли дом по кругу Какого хрена? Это вообще нам нужно? Что нам это вообще даст? Возле двери И, походу, блин, единственный Ой, ё-моё, да тихо Походу, возле единственной двери стоит полицейская машина И как мы попадем? Где здесь вообще черный ход? Это не черный ход, нет? А чё бы нет, в окошко залезть Так, хорошо Здесь нет ни хрена Это окно квартиры Тиффани Если бы я только мог его открыть Серьезно? Ну, я оказался прав с окном Тем более, что Я не знал, что Тиффани живет еще и на первом этаже К тому же, причем Ее окно вот так вот просто видно Прямо отсюда Такая себе защита в ее доме Я бы на такой квартире, которая находится реально на первом этаже Вот так вот Я бы поставил, не знаю, решетки хоть какие-то Да давай же ты Господи, боже ты мой Сколько можно долбить по клавиатуре? Слушай, ты задолбал меня Так, ребята, я двумя руками сейчас долблю Одним пальцем и другим пальцем другой руки Одним пальцем и другим пальцем Блин, ну вы поняли, надеюсь Фух, открыл, все, хорошо Ты мне так клавиатру сломаешь Е-мое Я был не особенно рад, что залез в квартиру Тиффани Как вор-домушник Но выбора у меня не было Я уже почти сутки ничего не ел Да и усталость начинала давать А что ты взял, что у нее есть еда? Ну хотя бы поспишь Ты можешь окно закрыть? Ладно Ага Че? Нам че, показали, что он, мать его, под кроватью, что ли? Или че? Погоди, я не понял Ты какой хрен лег-то? Ты че, блин, поспать прилег? Вставай Там показали же, что коп под кроватью залез Или что-то в этом роде Что мы вообще только что увидели? Просто Тайлер полез под кровать по какой-то причине И он на это никак не отреагировал Он просто пошел и лег Замечательно А копы не проверяют квартиру внутри Там не могут зайти Ну, положим, там Попросить Ордер на обыск Либо ключи Взять и, знаете Устроить тут засаду Именно внутри Тут есть недоеденный бутерброд Учитывая то, что ты пипец как Давно не ел и голодный Есть тут нечего То съел бы, блин, недоеденный бутерброд Есть тут нечего В конце концов, я думаю, твоя девушка не заразна Чтобы Не знаю Отравить тебя бутербродом Хлопья, чувак А, или это не хлопья Я думал, он хлопья возьмет Ты что там, нутелла, что ли, гасишь? Ой, извини, дорогая Это твоя баночка с анализами Я перепутал Прости, пожалуйста Я так кушать хотел Я случайно захамал баночку с анализами Ладно, станем считать, что это все-таки нутелла А не баночка с анализами Есть там твое любимое молоко? О, нихера, бутеры, братиш Жри бутеры Просто лафа Жри все Что-то мне так поесть захотелось Еще так оглядывается Кто у тебя бутеры-то в хате отнимет? Тут нет никого А что, второй бутер, типа, нет? Ты наелся? Господи, ты, блин, с одного бутера наелся? Ну ты даешь Не знаю Я дрыщ дрыщом Но я с одного бутера не наедаюсь Хотя, на самом деле, жуя как танк Еще хлебай Да еще хлебай Ладно, все, хватит Она что, бездонная, что ли? Ну, хорошо, все, ладно Девушке свои что-то оставь Бутер, знаете, и не доедя на этот самый жюри Так, хорошо Че как у нас тут? Надеюсь, у тебя нет никаких глистов Посмотрим, изменяла она нам или нет Оно новое сообщение Сегодня в 10.41 Здравствуйте, мисс Харпер Я следователь полицейского управления Нью-Йорка Карла Валенти Я бы хотела задать вам несколько вопросов Я перезвоню вам позже Да, паршивенько На самом деле, не стоило слышать это Потому что сразу уныние поперло Но не уныние, а там близко А как он сам включился? Одного из самых известных специалистов по цивилизации Майя Профессора Дмитрия Курятина Из Мезоамериканского университета Нью-Йорка Спасибо, что вы пришли, профессор Вы написали... Он сам включился Я не включал И я хотел спросить... Специалист по цивилизации Майя Он наверняка знает, что такое Кричитлан Нужно встретиться с этим Курякиным Знаешь, ни с кем по фамилии Курякин я бы не встречался Ладно все все что ли вот the fuck девушка пришла на пошла кат-сценка сейчас она такая опа опа америка европа а ничего она же могла и с ментами прийти они ведь могли сказать слушай дорогуша давай-ка мы меня напугал что ты тут делаешь меня ищет полиция мне нужно спрятаться на пару часов лукас что с тобой творится газеты пишут что ты убил несколько человек это правда все это очень запутанно все что я могу сказать я не убийца я знаю что ты не способен на такие вещи лукас объясни им скажи им что ты не виновен окопом тихо не мне нужно выяснить что со мной произошел такой говоришь я не виновен или таки да конечно братишь чтобы нет я же сказал а вообще на самом деле копы могли прийти прямо с ней разом но положим знаете здравствуйте можно затем пару вопросов от ордена оба стандартам ваш парень такой-то такой-то и нам надо бы с вами поговорить и зайти прям в хату с этим и тут он такой стоит здрасте я что они просто хотят задать тебе несколько вопросов теперь сохраняя спокойствие тифы не ответить на все их вопросы а ты пока стыкайся в холодильник все будет хорошо вот увидишь сожжал у нее бутерброд и мисс карпер вы дома да секунду уже иду давай как герой любовник в ящик хули точнее в шкаф все ждать чё я больше не могу заставлять их ждать нужно открыть дверь да нормально но они не имеют права лазить по твоим ящикам и вещам без ордера на обыск а если он у них есть то луксу пизда но по идее в принципе но не имеют они права просто так открывать я следователь тайлер майлз из полиции нью-йорка я расследую дело лукаса кейна по нашим данным вы были любовниками это правда да мы шпилились каждый день как просто бешеные кролики мы расстались около месяца назад последнее время мистер кейн не пытался с вами связаться позавчера я ходила к нему домой чтобы забрать свои вещи мы почти не разговаривали с тех пор я ничего не слышала вы не против если осмотрюсь на самом деле я всего на минуту давайте вообще-то на самом деле она могла сказать нет потому что какой бы хрен ну просто по логике он не имеет права и смотрите кейн такой торчит реально видно повидели там кейн про просто видно тупо его лицо уже есть или даже сейчас его вижу типа не шевелиться не шевелиться не шевелиться не шевелиться за-за-за-за-за-за-за-за да блин свалит сделать ремонт состояние квартиры было не очень так что я решила ей заняться на это нужно много времени и со своей работой я не успеваю а кем вы работаете я медсестра работаю в больнице святого иоанна ну что ж его девушка его не выдает не такая уж она и интересно почему они туда остались то тихо тихо блин чувствую себя пианистом или она не это тоже есть другой так 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 ё-моё вау-вау-вау-вау спокойно спокойно а вот на почему показывали под кровать мы могли сныкаться он посмотрел под кровать и мы к счастью не сныкались под кроватью а зачем вообще тут нажимаем нас тут даже нет вообще в ящике будем другом ком другой комнате находимся в шкафу спасибо за сотрудничество мисс если кейн попытается с вами связаться сразу же прикиньте а мы смыкались самое хорошее место по ходу я сам того не знаю случайно это сделал будьте осторожны мисс кейн очень опасен круто ни головелас не проверил шкаф сам спит с беленькой цыпой и шкаф не проверил самое очевидное мать его место он проверил везде даже душевую ножка нет детектив карно валентий вы хотите поговорить с янусом так мечтаю он во втором коридоре направо когда закончите ухты опять свет отключили это уже шестой раз за день впрочем в такие холода это не удивительно хорошо что у госпитале есть свой резервный генератор помните как-то госпиталь выглядит во втором коридоре справа как плену из моих коллег ждет вас там чтобы открыть дверь это психбольница что ли за вами присмотрю с вами ничего не случится спасибо парни знаете госпиталь реально выглядит как то как в хороших таких хоррорах я не знаю как блин найт мархаус 2 что я тут собираюсь найти убийцей был кейн в этом не было сомнения и все же мне просто необходимо было узнать подробности дела об убийстве кирстена что она хочет найти что она найдет ребят мы узнаем с вами уже в следующей серии так что подождем следующую серию вместе потому что реально интересно все ребята на этом я думаю данную серию закончим ставьте лайки делитесь с друзьями комментируйте все всем удачки всем спасибо за просмотр всем покидава